итак я запустил сервер и клиент две машины make server запустился сервер make клиент запустился клиент терминал запустил что мы сегодня будем делать мы сегодня будем делать расширенные настройки с мтп почтового сервиса что мы должны делать мы должны первое передачу локальную через лмтп сделать второе аутентификацию и третье криптование канала давайте мы терминал профиль тема значит здесь мы сделаем mc здесь мы сделаем консоль для работы ctrl shift здесь логи будем смотреть вар варлог mail лог и тут мы запустим просто пользователя и так что у нас мы помним что при отправке почты у нас почта это пользователь смс это пользователь просто с консоли будет при отправке почта попадает с помощью смтп в mail.deer пользователя локального и потом мы с помощью и мэпа и читаем теперь мы сделаем более нормальный вариант когда у нас почта будет попадать из смтп агенту давкод который занимается и мы по у нас и он уже будет класть в каталог mail.deer для этого нам нужно добавить в давкод lmtp собственно это local mail transfer protocol собственно он и занимается тем что передает локально почту теперь нам нужно сконфигурить сокет по которому у нас читается lmtp это у нас в мастере находится тут у нас заготовка под сокет есть сервис lmtp вот он сервис lmtp ну и давайте зададим чтобы меньше набирать мне у меня тут есть заготовка в грант я подготовил заготовку это то что вы потом будете сохранять вот у нас сервис lmtp я с шифтом выделил левой клавишей мышки и вставлю сюда средней кнопкой мышки немного съехало все но это не принципиально и с помощью ctrl y удалю заготовку под лмтп и так что у нас тут написано что у нас прослушивается сокет который находится сокет принадлежит постфиксу вот так мы назвали сокет у него группа юзер постфикс и вот такие перемещены ну и конечно мы должны задать самому постфиксу чтобы он передавал не напрямую а через сокет давайте постков на значит за это у нас отвечает mailbox transport mailbox transport видите он у нас никак не определён собственно никак не определён значит используется локальный транспорт он напрямую пишет так паском минус е кавычки транспорт у нас лмтп через unix сокет который находится значит у нас относительно спул постфикс варс пупу постфикс он смотрит это его каталог спулерный значит записывается private дэвкод дэвкод лмтп дэвкод лмтп дэвкод лмтп дэвкод лмтп лмтп собственно вот этот сокет через который он и будет работать дальше а дальше мы такую тонкость делаем дело в том что конечно когда идет в дистрибутиве какой-то софт он настроен под определенное использование так вот вот в аутентификации у нас есть формат имени пользователя который будет передаваться по лмтп так вот тут у нас имя пользователя полное имя пользователя поскольку он заточен по умолчанию под виртуальные домены и имя пользователя понимается как логин собака домен то он и будет вот эту информацию передавать мы же настраиваем так что у нас без доменного имени будет все поэтому мы должны поменять вот эту запись f3 начало выделения f3 завершение выделения f5 копирование это у нас вот так вот имя пользователя будет вот в таком виде l это просто лаверкейс будет все строчными буквами ну вот собственно все то есть все что нам нужно было сделать это это законфигурить постфикс на то чтобы он передавал пришедшие письма на сокет лмтп дав код чтобы слушал этот сокет и потом получал эти письма по этому сокету давайте system control restart постфикс с систем control restart дав код ну и теперь давайте мы с клиента и пошлем письмо значит ну как вот у нас mail subject саузик будет lmtp test mail текста никакого юзер собака юзер нет да отправили все послалось давайте мы логи посмотрим вот у нас есть вопрос пришло так это запустилось дальше пошло подсоединение с клиента smtp демон получает потом получает информацию с smtp очищает получение информации очередь сообщения в очередь сообщения получает эту информацию отсоединяется от клиента дальше по lmtp дав код считывает получил эту информацию постфикс по lmtp передал эту информацию и удаляет из очереди письмо давайте мы прочитаем mail равно mail mail mailgear конечно вот она а вот у нас письмо пришло письмо мы его прочтем третье письмо вот она пришла юзеру от user client user net потому что мы с клиента послали он естественно добавляет что-то с компьютера client lmtp test mail ну как мы видим все у нас работает теперь доставка по lmtp следующим этапом мы будем делать аутентификацию ну вы знаете в юниксе в линюксе обычно потребляется пам аутентификация через модули пам на самом деле есть целый набор программного обеспечения который обеспечивает аутентификацию такая прокладка между разными базами данных пользователей паролей и софтом так вот один из механизмов это механизм сасл простейшая аутентификация и вот почтовые агенты поддерживает этот механизм сасл мы его собственно и будем использовать тут нужно сказать что есть несколько реализации этого механизма так вот постикс поддерживает две реализации реализации цируса и давкота цирус это более мощная система конечно ну ее и конфигурить сложнее не так все прозрачно мы поэтому используем давкот потому что он попроще понять концепции можно с ним более легко и так давайте у нас вот у нас опять в мастере нам нужно сервис аутентификации настроить так вот он видите описан чтобы его постфикс нормально читал то есть тут сасл как он знает давкот отдает по протоколу сасл информацию постфикс постфикс знает что раз ему по сасл давкоту дают то он определенным образом читает эту информацию и вот собственно тут расписывается что в определенный сокет давкот будет выдавать эту информацию а постфикс ее читать давайте я вот подготовил заранее чтобы не набирать вот вот у нас я скопирую ну вот фактически вот нам вот этот кусочек нужно скопировать скопировать скопировал это я все удалю control y и этот кусочек сюда вставлю вот он вставился а как так 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 уберем чтобы так группа нам не нужна так так что у нас записано в этих инструкциях так так фактически следующая информация что у нас значит сокет прослушивается генерится сокет в которой информация выдается вот в этот сокет private house информация будет выдаваться с юзер db довкота все достаточно прозрачно значит ну и теперь зададим какой тип аутентификации постконф значит у нас смтп сеслтайп и сеслпасс будет смтпд посмотрим какой тип по умолчанию прописан цирус цирус действительно более мощный агент но мы зададем значит так сослтайп дав код и сослпасс private house то есть у нас как вы помните у нас все строится от его спула от каталога спула и там находится вот этот вот файл который является соки там пожалуйста мы можем посмотреть на него вар спул контрол с пост фикс вот правил вот вот у нас равно помечаются равно помечаются у нас сокеты вот у нас house сейчас его нету он появится когда мы перезагрузим давайте перезагрузим дав код и пост фикс вот все кита ус появился значит вот у нас видите сокета вам типе есть а мы делали помните дав кодом типе потому что нам этот сокет сразу использовать не удастся он заточен под цирус если мы попробуем его использовать там слишком много менять конфигурации придется не нужно это проще нам было создать отдельный сокет и так вот у нас автоники аутентификация задано а что у нас дальше а дальше мы должны описать как это будет работать дело в том что у нас основной процесс же smtp по двадцать пятому порту он передает информацию и он не только для отправки почты с клиента но и другие сервера должны передавать информацию таким образом если мы цепляем на smtp аутентификацию то как же другие сервера пошлют письма то есть мы ничего получать не будем только сами себе отправлять таким образом у нас на родном smtp останется то что было то есть без всякой всякого изменения а аутентификации мы потом повесим на smtp поверх тлс но нам нужно настроить так чтобы мы не были релеем то есть чтобы через нас не отправлялся куча мусора и чтобы мы принимали только ту почту которая именно нам отправляется значит есть внутренняя переменная пост конф смtpd recipient restriction вот она пустая нам нужно ее будет законфигурить тогда smtp по умолчанию будет использовать эту переменную но опять чтобы не набирать я заготовил переменную вот вы потом ее сохраните естественно точно так же файли мы вот она так кусочками перенесу and что-то у нас reject итак давайте разберем что тут у нас прописано то есть это у нас защита smtp будет чтобы мы не стали релеем для спамеров и нам спам алиси не шо значит мы откидываем неизвестные домены получателя разрешаем простую отправку на май нетворкс то есть будет отправка без аутентификации без всего на самом деле мы же май нетворкс же правили чтобы прописать нашу сеть нам придется сейчас обратно вернуть их то есть оставить только локальный хост потом откидывается если у нас не полностью прописан домен fully qualified domain name откидывается если у нас идет не клиенту который есть на нашем хосту и все остальное пропускается пропускается то есть если есть этот клиент то есть мы можем получить его по списку пользователей то ему придет письмо если такого клиента нету то откинется напишется что нет такого клиента и дальше у нас было майнитворкс вот она мы делали по блажку разрешали отправку без всяких проблем с нашей сети и сейчас мы оставим только локальный хост вот вот собственно и все значит для того чтобы проверить мы сделаем следующее это вот у нас постфикс вот тут в мастере прописываются запущенные демоны давайте мы сделаем вот что мы вот это у нас демон смтпд мы для проверки на него посадим аутентификацию если это не будет работать то мы опять вернем смтпд первоначальный вариант аутентификацию посадим на криптование то есть смтп и ТЛС ну вот так поэтапно чтобы разбираться чтобы мы не нагородили несколько конструкций а потом не понимали из-за чего не работает и так у нас опять же вот у меня кусочек кусочек я его вставляю сюда так что у нас это у нас включена аутентификация это сасл для смтп для 25 порта и ограничение на получение ну вот это главное что у нас только получается если у нас есть сасл аутентификация если этого нету то мы все откидываем и так это только для проверки давайте мы перестартуем постфикс и давкод неважно и давайте мы с клиента будем проверять тут такая ситуация во-первых у нас при соединении telnet сервер usernet 25 а у нас telnet нету мы забыли его поставить давайте мы его поставим и у минусы install telnet и так при подключении по telnet у нас у нас для аутентификации нужно будет подготовить наш логин и пароль специальным образом и в кодировке base c4 base c4 это представление просто символов чтобы у нас не было всяких непечатных символов и так далее так вот у нас давайте посмотрим как это у нас telnet будет работать сейчас установится как я уже говорил это у нас основа протокола всех остальных сейчас мода поверх это мы его передавать новые протоколы делать но основные протоколы поверх так вот мы подключились мы можем набрать ехло ехло это hello такое да а потому что у нас не смтп а extended смтп тест и вот параметры получаем нашего сервера вот у нас параметр что аутентификация plane текстом идет мы помним что у нас plane аутентификация поскольку мы все равно потом все это будем завязывать на tls control закрывающая скобка для выхода enter и так давайте мы значит мы должны сформатировать строку она будет состоять из двух подряд идущих юзернеймов и потом пароль а между ними нулевой нулевой байт как раз вот это показывает что строка завершается нулевым байт у нас юзер нулевой байт это у нас в шестнадцатеричном виде юзер и пароль я поставил вот такой пароль вот так вот видите она слепляет и теперь мы это передаем на base 64 это утилита которая собственно генерит представление вот этой строки в base 64 ну а теперь подключились и вот у нас аутентификация простая с play и копируем значит левой клавишей мышки скопировали средний вставили enter все аутентификация прошла успешно ну что ж это то что мы хотели что у нас в логах значит это ехало так ну чего интересного таким образом мы настроили аутентификацию ну и теперь мы должны аутентификацию засунуть в tls таким образом сейчас мы будем настраивать tls на smtp для этого мы должны использовать наши сертификаты у нас нету сертификатов мы не стали их генерить отдельно мы используем сертификаты от давкода помолчи смотрите ls-z ls-z это у нас просмотр кроме всего прочего еще celineux савских меток вот у нас видно что это тип сертификат давкода по умолчанию У нас, если мы эти сертификаты подцепим прямо на том месте, где они находятся, у нас не будет работать PostFix, поскольку Selenux ему не даст читать то, что он не имеет права. Мы или должны будем настроить, разрешить ему читать эти сертификаты, или сделать грязный хак, скопируем в каталог, откуда он может читать эти сертификаты. Видите, в этом каталоге это просто сертификат, а не давкод-сертификат. Все. Будем надеяться, что у нас PostFix все это прочтет. Это не обязательно, на всякий случай мы сделали. Значит, Собственно, теперь мы должны прописать определенные параметры для конфигурации PostFix. У меня они, опять же, тоже уже сгенерены для экономии времени. Я не буду их вручную писать. Давайте мы их ставим из файла, который вы тоже сделаете. Итак, Мы указываем, где у нас находится сертификат и ключ. У нас есть сертификат и ключ в одном файле в формате PEM. Достаточно удобно. Мы должны указать, где будут храниться сессии, чтобы они не в памяти лежали, а в определенном файле. И тип файла B3, B-дерево. Ну и уровень безопасности, то, что у нас может быть уровень безопасности. Вот, собственно, мы сконфигурили основные параметры. Теперь давайте мы сконфигурим наши демоны, которые будем запускать. Это в мастере. Во-первых, давайте удалим, чтобы у нас нормальный SMTP. Вот у нас тут два варианта. Сабмиссион, так называемый, и SMTPs. Это два варианта. Они на разных портах работают. Сабмиссион на 587 порту. Ну, как бы, SMTPs, он более классическая вещь. Но на 587 порту сейчас более принято. И есть... Ну, если десктопные приложения вам по любому порту будут работать, то приложения на телефоне могут работать, скажем, только по порту SMTPs. Сабмиссион, поэтому мы его и настроим. Никто не мешает вам настроить два порта. Итак, у нас... Опять же... Использую то, что у меня уже есть. Тут все то же самое мы отсюда же и копировали. Вот у нас сабмиссион запускается. ТЛС криптование идет. Аутентификация SOS. И вот эти... Ограничения на получение. Ну, основное ограничение. Нет аутентификации. Откидывается. А SMTP так и остается, как есть. Ну, там у нас ограничения. Что только локальным пользователям. Вот. То есть, если вы захотите послать наружу письмо, то вы не сможете послать его без... F1 нажал случайно. То вы не сможете его послать через SMTP. Потому что, как вы помните, мы конфигурили, что чисто SMTP принимает только локальную почту. Давайте мы перезапустим. Давайте посмотрим сейчас, какие порты слушают. PostFix. Это у нас мастер. Вот он слушает SMTP. Стандартный порт. Submission. Ну, вот давайте мы. Cat. Etc. Services. Grab. Submission. Вот он, параметры этого порта. Ну и firewall. Как же без него. Кмд. Get Services. Вот они. Значит, вот нам SMTP. Submission. Вот. Вот SMTP. Тут есть. SMTP. 495 порт значит но мы добавим smtp submission постоянно добавим вот собственно мы все открыли firewall перезапустили postfix теперь время проверять значит но вот 587 что тут мы подсоединились но дальше будет криптование то есть это бесполезно что-то делать нам для того чтобы нормально работать по вот ls мы должны использовать open ssl клиент мы должны стартл с для снтп сделать это у нас окончание строк и подсоединяемся к нашему хосту то есть сервер юзер нет по протоколу 587 вот мы у нас видим вот так вот сертификат вот видите что привязан постмастер экзампл.ком сертификат давкотовский что мы подключились по с помощью этого ключа ключ 1024 и вот у нас сессия по протоколу tls12 как вы помните все что ниже этого протоколы считается сейчас уже устаревшим и не используются но мы можем опять тест наш вот получили вот это информацию где у нас там наш вот у нас все аутентификация прошла нормально ну и теперь собственно проверим с помощью тандерберта нашего тут логи подсоединение как тандерберт неспешно запускается у нас достаточно тяжелая софтинка но при этом достаточно универсальная давайте мы уже работали тут давайте мы удалим правая кнопка параметры учетную запись удалим удалить учетную запись и сгенерим новую учетную запись создать настроить мою учетную запись это ваше имя это почта это пароль продолжить настройка вручная у нас он ищет с помощью базы данных которые находятся у мозилы на самом деле мы можем на нашем хтп сервере прописав его специальный орсен днс положить файл в котором будет описываться настройки для нашей почты так чтобы все кто пытался настраивать почту на своих клиентах клиентах они даже есть наших данных нет у мозилы они бы правильно настраивали почту просто из этого файла будет браться и так вот так вот ну и перетестировать перетестировать вот у нас все обычный пароль обычный пароль готово ну и давайте вот у нас это то что у нас лежит уже создать у нас не попросила принять сертификат поскольку мы его уже приняли 555 давайте отправим и вот тут у нас не отправился потому что мы еще должны принять сертификат вот смтп чтобы таких проблем не было нужно или покупной сертификат или использовать скажем летсенд крипто сертификат вот наше письмо как видите у нас все работает то есть у нас и аутентификация работает и криптование работает таким образом мы достаточно оперативно настроили почтовый сервис ну и теперь что вы делаете вы все конечно складываете все ваши файлы в мейле то есть вот у вас за три лабораторные работы каталог mail скрипт мейл который делает все что у нас делалось за эти три лабораторные работы ну и конечно выкладываете все выкладываете все в огранте для сервера добавляете запуск скриптомейл для того чтобы вы могли восстановить параметры после того как вы сбросьте клиента или заново все сделаете ну вот пожалуй и все